Конечно, есть вычисления вероятности в технических процессах. Они вполне подробны, если вы такие точные, если вы знаете ваш модель, вашу теорию вашей части. Поэтому, скажем, вероятность проблемисти в Хлебадон хорошо известна. И, значит, она маршрует за год и должна проводиться единица. Сколько полкновений было в Хлебадон? Ну, значит, это зависит от того, на какие, во что они распространены. Тут есть, может быть, такое еще упражнение, что мы все, даже в Хлебадон родился, но он по разному распаду. И некоторые каналы распада, как говорят, они удобные диагнозы, а некоторые без надежды. Поэтому важно не только то, сколько бозонов Хлебадон родилось, но и сколько из них распада по удобным каналам. Скажем, на два платка очень удобный канал, но и удобный распад Хлебадон. А на два платка чаще, но признать его сейчас. Потому что квадрок вождаются в большом Адонном коллазере и в море. и выделить Хлебадон, и у них невозможно. Значит, так вот, я вам сказал, что, ну так, десяток-полтора Хлебадонов, за то, что там родилось, и распада по удобным каналам. Так. То есть, всего событий, как вот, среди тех, из которых люди пытаются выкишить, значит, что даже у них есть сигнал Хлебадона, и тип событий десяток-полтора. – Почему он вредит с какими пучей пойдет в распад? – Ничего, это вероятность моя вещь. Какой-то вероятность, что это микод. Какой-то вероятность он распадется на два платка, а какой-то вероятность он распадается на два платка. Какой-то вероятность на шест-понущем. Эти вероятности опять-таки уничтожляются, спрощикируются, но это случайно. Случайно. Для данного конкретного базона Хиггса невозможно предсказать, на что он распадает. Как можно сказать о вероятности, в котором он распадает на КМ2. У нас в механике всегда, там, как говорится, точно предсказание не делать, что он все выбирает.